Hello everyone! I hope you see me and hear me really well. We will have a conversation with Alex Высоцкий. Сейчас мы пообщаемся, проведем эфир вместе с Александром Высоцким. Подключайтесь, потому что мы обсудим метод тренировок, обсудим. Я думаю, что мы частично пообщаемся на русском, частично пообщаемся на английском. У меня даже есть план эфира. Я подготовилась. У меня первый вопрос, связанный с методом тренировок. Как он работает именно на тебе? Как он, ну вот этот процесс, как происходит, как это, повторяйте предложение, вот как это? Эфир в английском. Да, английский. Доброе утро. Как это работает на мне? Работает это очень хорошо. То есть я получаю предложение, я его повторяю. И потом составляюсь, ну, в зависимости от того, чем мы занимаемся, или слова. Или мы расширяем мой словарь. Тогда я составляю предложение вопроса с этими словами. Либо это какое-то устойчивое выражение. Я тогда стараюсь применить это устойчивое выражение в предложениях, составляя предложения, вопросы, утвердительные и соответственные вопросы. Либо, если мы работали, давненько мы не работали с грамматическими конструкциями, если мы работаем с грамматическими конструкциями, то, соответственно, та же фигня. То есть в этом present perfect, present simple, present continuous, или past, anything. Короче, мы то же самое составляем предложение. То есть в данном случае акцент уже идет на конструкцию, а не на слова. То есть мы не учим отдельно слова? Нет, конечно, мы не учим слова отдельно, ни в коем случае. А слова можно быстро усваивать только в фразах, только в конструкциях, добавляя эмоции, добавляя, при этом, как бы, стараясь, можно сказать, визуализировать, стараясь, как бы, иметь в виду то, что ты говоришь. Но не забывай до этого хорошенько действительно понять смысл. Потому что это очень tricky, когда, ну, когда человек довольствуется простым тупым словарем, например, там, skip, пропустить. И он так, о, skip, пропустить, окей, пойдет. И у него, на самом деле, создается просто, ну, то есть нельзя пользоваться ни в коем случае до того, как учить слово. Ну, то есть учить, я имею в виду, когда я говорю учить, значит, ставить его в предложение в конструкции. А мы часто проделаем. О, окей. Да, но ни в коем случае нельзя начинать это делать, если у тебя нет прямо идеи, вот полноценной идеи, что это слово означает и чем он отличается от других. Вот я привел пример skip. Почему я привел этот пример? Потому что у нас есть слово omit. Это пропустить или упустить сознательно. У нас есть слово bypass, это когда мы что-то срезаем угол, да, обходим. И у нас есть еще одно слово miss. Это упустить вообще неосознанно. И вот пока ты не поднимаешь концептуально все-таки значение этого слова, будешь как дурак повторять, ничего у тебя не выйдет. Поэтому все-таки прояснить значение слова нужно, прежде чем заниматься упражнениями. Но само по себе прояснение, это тоже забавно, потому что люди на этом и останавливаются. Он читает книжку, встретил слово, он проясняет слово. О, теперь я знаю, что это значит, ты пошел дальше. Ну что, ну ты потерял целую, ну кучу времени, бесконечно. В следующий раз встретишь это же слово, опять полежишь словарь. То есть если ты не посоставлял предложение, если ты не освоил это слово, то будешь делать это, прояснять это слово по словарю просто бесконечно и до конца своих дней. Так, ну мы сейчас это проделаем. Я вижу здесь вопрос, Александр, мы на них будем отвечать позже. Я, если у меня есть возможность, что-то отвечаю, но я хочу, чтобы мы пошли по плану, хорошо? Я надеюсь, что кто не против, мы обязательно ответим на все вопросы. Но мне очень надо донести до вас определенные вещи, поэтому я возьму контроль в свои руки. I think you don't mind. No, I don't. Так, я хочу показать, как оно выглядит. Вот я сейчас открыла тот курс, который мы проходим, и наши вот предложения те самые, да. Здесь есть слово, здесь есть его перевод. Здесь есть предложение, здесь есть его перевод. Потому что мне кажется, что то, что мы сейчас говорим, да, вот, взять, перевести, взять, повторить слух. Мне кажется, если человек, например, на нулевом или на начальном уровне английского, для него не совсем реально то, что мы говорим. Потому что, когда человек начинает с нуля, то ни о каких прояснениях слов мы вообще не можем говорить. Мы говорим о базовом английском, о базовых словах. То есть, например, у меня есть машина. I have a car. Мы не идем прояснения. Ну да, да, да. Для очень простых слов, как бы, все намного проще. Действительно, достаточно просто простого определения этого слова, и все. Да, да. Поэтому здесь я хочу показать, как выглядит тренировка. Потому что, в любом случае, неважно, какие слова, неважно, какой уровень языка, метод-то. Все равно работа один и тот же, по сути. По итогу-то мы все равно оставляем в сухом остатке очень простую вещь. Первое – это услышать, как эта фраза звучит. There is no real reason to worry. Please repeat. There is no real reason to worry. Да, и вот, как бы, зачем мы повторяем слух? Сейчас. Я просто, ты меня хочешь убить, зачем мы... Да, sorry. Мы просто делаем это так долго, что уже, как бы, вопрос зачем не возникает. Ну да, мы занимаемся 4 года с Александром, и поэтому, мне кажется, что попробуем все-таки говорить о реальности тех, кто еще ни разу не занимался по методике. Я попытаюсь перестроить мозги, ну, потому что мне потом надо составлять предложение. Ну, предложение... Ну, смотрите, как бы, это как вот разум работает, да, чтобы составить предложение, это какой-то уже уровень креативити, то есть какого-то созидания, да. Но для того, чтобы перейти к этому уровню созидания, чтобы это не был прыжок на 12 этаж, нужно пройти через уровень хотя бы воспроизведения, то, что называется, дублокейшн, воспроизведения того, что есть. Это просто ступенька, которая позволяет тебе, грубо говоря, освоить конструкцию в том виде, в котором она есть, а следующий уровень ты уже начинаешь какие-то предложения. Ну, а что мы сейчас в следующий уровень не сделаем? То есть первое, что надо сделать, это повторить слух. Как повторить слух? Александр, как не бояться повторить слух? Ну, а что бояться? То есть ты пытаешься там, например, там... There is no reason to... to what? There is no real reason to worry. Oh, there is no real reason to worry. Окей. То есть, ну, с первого раза не получается, но со второго не получается. Преподаватель-то и нужен для того, чтобы получилось там... Ну, получится со 150-го. Ну, первый раз. Ну, и хрен с ним. Да. Ну, второй раз получится с 70-го, ну, третий с 20-го. Ну, и как бы пройдет несколько минут урока или пару уроков, и будет полное воспроизведение. There is no real reason to worry. Да, то есть почему-то мы забываем то, что это естественно, что-то не уметь с первого раза. Абсолютно. Это, во-первых, естественно. Во-вторых, это довольно интересная штука, знаете, когда... Вот есть люди, которые боятся, сталкиваются с тем, что они не умеют. Они... Но вы понимаете, это же смерть, это же полное отсутствие прогресса. То есть мы все время должны сталкиваться с тем, что мы не умеем. Мы все время должны быть в какой-то степени какими-то дурачками, детьми, некомпетентными. Иначе мы никогда не можем улучшаться, иначе мы никогда не можем прокачиваться. И то же самое Турана же... Сейчас вот она дала мне такое детское предложение для третьего класса. There is no real reason to worry. Но на реальных уроках она мне там дает предложение, простите, там, из 28 слов для дублицирования. А мы же сделаем это. И простые, и сложные. Нас попросили. Мы сейчас для аудитории, иначе бы мы не вышли в эфир. Мы бы самостоятельно прекрасно занимались. Да, и когда она мне дает сложные предложения, естественно, я не могу их воспроизвести с первого раза. И это заставляет фокусироваться, напрягаться. А понимаете, успехи и движение в английском появляется тогда, когда есть напряжение, сознательное усилие, некоторое преодоление. То есть вот тогда это начинает по-настоящему работать. У меня вопрос. Что насчет памяти? Память. Она существует. Пошли дальше. Да, очевидно, память она существует, но нет ничего глупее пытаться запоминать, когда ты учишь иностранный язык, потому что фактически это два разных процесса. Ну, то есть когда мы запоминаем слово, и еще есть еще фокусы, всякие мнемонические техники, как усилить запоминание. Это вообще враг любого человека, который изучает язык. Потому что, смотрите, фактически, особенно вот эти забавные штуки ассоциативные, там, не знаю, воре, горе, там, что-нибудь такое, знаешь, какая-то дичь какая-то. И человек это запоминает, но фактически он не создает свою говорительную распознавательную машину для английского языка, он создает какую-то искусственную конструкцию в разуме, когда он может вспомнить, но он не может это использовать. Короче говоря, если кратко, то никогда не надо пытаться запоминать. Вообще, не надо пытаться запоминать. Нужно просто составлять предложение и включать это слово в речь, в обороты. А мы поговорим про это сейчас, потому что в процессе изучения языка есть, thanks a lot, есть две вещи, которые не отделяются. И, кстати, это тоже я хотела сегодня обсудить. Есть процесс обучения, а есть процесс применения языка. Если мы говорим про процесс обучения, то это только тренировки. Почему я на всю Ивановскую заявляю, что работает только так, как я сказала? Потому что что мы... Ты становишься авторитарной. Да, немножечко меня заносит иногда. Потому что вопросы из серии «Как запомнить язык?» я прекрасно знаю, откуда эти вопросы. Почему мы начинаем думать, что его надо запоминать? Потому что нам кто-то сказал когда-то, что его надо запоминать. Ну, потому что, понимаешь, я тебе скажу еще проще, что я ходил в школу. В школе были разные предметы. Большинство из этих предметов были связаны с тем, чтобы помнить факты, данные, формулы и так далее. С английским точно такое. За исключением физкультуры. И, возможно, еще чего-нибудь, но я что-то не припомню. Но физкультура приходит на ум. И вот интересно, что английский воспринимался так же, как не как физкультура, а как остальные предметы. А правильное отношение к английскому – это как к физкультуре. Там нечего запоминать. Там нельзя ничего запоминать. Там нужно это нарабатывать, вырабатывать навык. Ты выходишь на физкультуру, ты берешь мяч, тебе учитель что-то объясняет более-менее толково. Ты бросаешь мяч, он тебя корректирует. Ты бросаешь еще, бросаешь, бросаешь, бросаешь. И ты бросаешь этот мяч в кольцо до тех пор, пока ты просто будешь бросать, не думая, как ты бросаешь. Бросая, попадая в кольцо и получая удовольствие. Так вот, английский нужно было бы отнести к категории дисциплин типа физкультуры, которые преподаются по такому же принципу. Но люди помещают его в область математики, куда-то там, с точки зрения разума. Ну да. Я бы сказала, математика нет, это истории. Гуманитарный какой-то, литература, география. Но я все пытался помещать в область математики, английский тоже. Но ты, окей, окей. Я еще дальше пошла. Потому что, ну, где от нас требовали запоминалку, да? То есть все сводится к простой тренировке. Ура! Мы получили первое озарение. Все, в общем, просто постоянная тренировка. Спасибо, Наталья. Отлично. Мы повторили вслух предложение. There is no real reason to worry. Что дальше? You tell me. There is no real reason to worry. Is there a reason to worry? Is there a reason to worry? Do you know a reason to worry? I don't know any real reasons to worry. I didn't think that there is a real reason to worry. Do you have a real reason to worry? Don't you have a real reason to worry? Do we have a real reason to worry? Ну, вот что-то такое, в общем, все, что, любой бред, который придет тебе в голову. Да, то есть мы начинаем трансформировать до тех пор, пока это не наступит у самого человека состояние. Кажется, я что-то понял. Ну, да, если бы ты еще мне сказала, что и над чем именно мы работаем в этой потрясающей фразе, there is no real reason to worry, над чем, то мне было бы легче, потому что тогда бы осталось именно это положить в предложение. Ну, да, обычно мы же делаем. Да, но это такая, in general, демонстрация. То есть технически, если бы мы работали, например, с there is, there are, то я старался бы применить there is. И все мои предложения содержали бы эту конструкцию. Да, но так как это такой очень general, поэтому я тут бесчинствовал, как хотел. Да, мы вообще, мы сейчас тут творим, что хотим. Так, как научиться правильно произносить? Мы на этом остановимся, потому что это важный моментик. Итак, произносить. Как научиться правильно произносить? Есть две вещи. Работа со звуком и работа с целой фразой. Первое. Как научиться произносить звуки так же, как это делают люди, говорящие на английском? Это типа вопрос ко мне, да? Да, да. Я добавлю свои пять копеек в любом случае. Первое, что бы я рекомендовал, найти видео на YouTube, хорошее, или курс у Турана, где объясняется, как издаются звуки. Причем курс для русских людей. Вот обратите внимание, пожалуйста, некоторые просто, они торчат от того, чтобы найти, значит, на английском языке вот это все объяснение. И теперь они, значит, получают это из первоисточника. Дебилы. Потому что русские люди совершают очень определенные ошибки. Вы, наверное, слышали, как звучит отличник выпускников русской школы. Давай далеко. Какой ты хотел пример привести? Да, да, да. Ну, я хотел как раз сказать, что, как бы, русские звучат очень определенным образом. Они добавляют звуков везде, где это нужно. Да. И в слово, и в Word, и в World. Потому что есть определенный набор звуков, свойственные русскоговорящему человеку. И он его везде будет пихать. Да. Да, но почему так происходит? Возвращаясь к теме, то есть первое – получить объяснение, как издавать определенные звуки. И это объяснение должно быть для русского человека. Обязательно, потому что у нас есть определенная специфика. Ну, то есть, грубо говоря, когда мы что-то познаем, нам нужно не только понять, как это делать, а также понять, как это отличается от того, что мы обычно делаем. Обычно делали. Это очень важный момент, потому что когда мы говорим о произношении на любом иностранном языке, и на английском в том числе, нужно понять, как это отличается от произношения на родном языке. То есть, первое – это вот такие объяснятельные видео. Я могу показать? Показать или нет? О, да, конечно, пожалуйста. Пожалуйста, продолжайте идти, и я покажу. А, окей. То есть, это первый как бы момент. Второй момент – это просто наговаривание слов с правильным произношением. Вот это то, почему я, когда, например, кстати, одна из лучших практик, которую я делаю, помимо уроков, это чтение вслух. И вот когда я читаю вслух, и у меня есть сомнения, как произнести это слово, то я просто открываю словарь. Господи, слава тебе, Господи, за то, что у нас есть интернет, гугл, словари онлайновые, которые содержат произношение британское, американское. Оно, кстати, кардинально отличается, ребята, кардинально. То есть, вы не можете учить английский in general. Это вообще ничего не работает. Да, вы выбираете либо британский английский, либо американский английский. Это два абсолютно разных языка. Ну, они не настолько как бы абсолютно разные. Они отличаются меньше, чем русский и украинский. Но, тем не менее, они сильно отличаются по произношению, ну, и немножко меньше по словам. Это уже там, кстати, нюансы. Больше по произношению. То есть, и я тычу в словаре, слушаю, как произносятся, и стараюсь медленно и внятно, когда особенно я первый раз сталкиваюсь с чтением этого слова, произносить. Большую досаду и большие потери времени мне приносят те слова, которые я якобы знал, как произносить. Например, слово «Колорадо». Это то, как произносят на русском. «Колорадо». Это не так произносится. Или «Флорида». То есть, когда ты уже привык что-то произносить на русском, произносить на английском, ну, приходится вот прямо много раз тренироваться. Конечно, разучиваться сложнее, чем учиться сначала. «Флорида». «Флорида». Да, потому что это не «Флорида», это «Флорида». «Флорида». Ну, на английском. Да. А еще доставляют вот эти неприятности слова, которые очень близкие по произношению. Ну, мне сейчас в голову ничего не приходит. «Шип о шип». Что-что? «Шип о шип». «Шип о шип». Смотри, даже не это. Я имею в виду слова, близкие по произношению с русским. А, ну, то есть, то, что «Колорадо». Да, да. Потому что, например, в английском «Колорадо» произносит «о» на конце. «Клорадо». А если говорить «Колорадо», ну, у людей… «Клоунадо», что? Да, да. То есть у них мозг взрывается на английском, они не могут, как бы, тебя понять, о чем ты вообще говоришь. Вот. Окей, let us show, let us show how it works. Например, возьмем наше «there is no real reason to…» Прекрасное предложение для эфира. Нет никаких причин беспокоиться. «There is no real reason to worry». Возьмем вот это. Вот первое, да, что здесь должно было быть? В идеале должно было быть прояснение, как произносится «the», как произносится «r», как произносится «no». Не «но», «но». Это русский «но». По-английски «no». «No». «There is no real». Ну, если мы сейчас начнем придираться ко всему, да, мы сейчас утрируем. Reason. Не «reason». Потому что «reason». Hello, my friends. Reason. Наша «r». Reason. И вот эти прояснения, я про это говорю, но я покажу, как бы. Вот оно. Вот здесь у меня идет прояснение звука, записанное, кстати, на супермикрофон, Александр. Красивый, какой красивый. Микрофон просто. Это «blue», «blue». «Bluetti». А здесь вот идет как раз работа со звуком, да, то, о чем мы говорили. Вот оно. И вот оно, это то, что, кстати, мы это ни разу не делали. «Pen», «pen», «pack», «pig», «port», «cup», «cap», «rope», «tap». Это уже следующее, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, 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 да. Да, да, да. Здесь. Окей. Я здесь. Слушай, да, то есть я просто хотел сказать, что ты, да, все, супер, бутно, действительно, нажмешь кнопку «слушай». Это самая лучшая практика, но все равно неплохо прояснить, как вот эти звуки произносятся, которые пишутся в квадратных скобочках и соответствуют там разным символам. Абсолютно согласна. Мы, кстати, сейчас обнаружили очень классную вещь. Do you know what I'm going to do with the ad? No, don't. Tell me. I will just delete that. I don't know why my team put it there, but it's not important. Because they want, I believe they want to impress. Because, you know, how it works. People, they want to look smarter. They want to show smarter things, but it's not for beginners. It's true. Yes, yes. I will handle that. Thanks a lot that we saw it. Oh, my God. So nothing is happening just because. Everything has a reason in this life. What a reason? Absolutely. God leads us to something. Okay, let's go back. Так, значит, Наталья, которую очень сильно волновала, как правильно научиться произносить. Наталья, мы объяснили вам, как правильно научиться произносить. Вся работа лишь сводится к тому, чтобы медленно, последовательно прорабатывать каждый звук, каждую фразу. О, как произносить фразу? И еще один важный момент. Вы должны это утрировать. То есть, когда вы прорабатываете в процессе проработки. Давай покажем. Давай покажем. Не забывайте язык высовывать. Русские люди почему-то боятся высовывать язык, когда произносят звуки дэ, тэ. Но их невозможно без этого произнести. И вы будете звучать как... There is no real reason to worry. Что-нибудь в этом роде. Это будет адский. То есть, просто адский. А здесь есть упражнение. Я его назвала. Я не знаю, какое у него название. Я не знаю, придумала я его или нет. Это упражнение называется «Моя версия нанизывания». Что это за упражнение? Вот у нас есть целое большое предложение. There is no real reason to worry. Оно большое. Это нам? Может быть, оно легкое. Третий класс. Конечно, еще 4 года занимаемся. Не было бы оно для нас легким спустя 4 года занятий, Александр. Это мы мучаемся с предложениями длиной 28 штук. А на начальном уровне нам бы 4-5 слов хотя бы, да? Да-да, я согласен. Какое я упражнение придумала? Мы берем, берем, произносим сначала первое слово. There. 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 Потом добавляем только второе. There is. There is. There is. Только третье. There is no. There is no. There is no. There is no. Reason добавляем. Oh, there is no reason. There is no reason. There is no reason. To. There is no reason to. There is no reason to. Worry? Oh, there is no reason to worry. Oh, my God. Yeah, that's it. Cool. Да-да, отлично. Ну, как бы, пум-пум-пум-пум, и это выстраивается. Круто. Да, и особенно это рабочая штука на начальном этапе. На самом деле это рабочая штука на любом этапе, если есть трудность по изношениям целой фразы. И это дает очень классный эффект. И это приводит к тому, что буквально через несколько часов, типа 6-7-8 часов, скорость восприятия разительно поднимается. Именно вот про звук, если говорить, да, отдельно от смысла. Да, это очень прикольная штука, что это правда, я это на себе заметил, что скорость восприятия, ну, или качество и скорость, какая разница, да, восприятие на слух, оно полностью связано, полностью зависит от твоей способности как раз дублицировать, вот, воспроизводить эти предложения вербально. Грубо говоря, человек не может повторить, там, три предложения из трёх слов вербально, и он, как правило, ничего не может воспринимать на слух. И они думают так, ой, у меня что-то не воспринимаю на слух, мне нужно аудировать, мне нужно больше слушать. Это дебилизм. Это вообще глупая ошибка. Нужно говорить, но нужно не слушать. Мне нравится, как мы это всё обзываем. Да. Но оно такое есть, как бы. Просто здесь самое главное, что вот у меня начала учиться Юлия недавно, я специально, здравствуйте, я Турана-экспериментатор, очень люблю брать учеников, чтобы ставить над ними опыты, не советую идти ко мне лично учиться, но у вас и не получится, у меня мест нет, поэтому все, пожалуйста, участвуйте. А какой смысл вообще делать эту работу, если не ставить эксперименты над людьми, я согласна полностью? Абсолютно, я не знаю, можно ли это озвучить слух, но я это уже сделала, так что, упс. Две недели назад начала работать с девушкой и взяла в качестве, опять же, опытов, потому что уровень совершенный ноль. Совершенный ноль. Супер, ну то есть тебе повезло просто, бинго. Ты нашла человека, который не прикасался. Я обожаю это, просто обожаю. И что мы начали отрабатывать, да, вот эти вот вещи, конструкции, и, конечно же, первые мысли, почему я слышу, но не говорю. Первые мысли, да, Турана, слышу, но не говорю. И когда у меня получилось ее буквально заставить проделать тренировку ртом, 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 потом она включила это аудио, я все слышу. Да, неужели? То есть прямо вот, ты сделала прямо такой эксперимент, то есть ты заставила человека проговорить то, что она не может воспроизвести на слух. И после того, как она проговорила, она начала все слышать. Да, мы были прямо на месте. Но это еще не все. Почему я взяла человека? Потому что, ты знаешь, что происходит? На четвертом занятии знаешь, что она мне сказала? Что? Она сказала, Турана, я все поняла, я все поняла, посмотри на мой холодильник, посмотри, я написала все слова и повесила их на свой холодильник. Холодильник теперь, в холодильник теперь проникает английский язык, это очень круто, на самом деле. Да, и я смотрю на эти слова каждый день, когда открываю холодильник, Турана. Это, знаешь, как бы деньги в бидончике. Сори, как бы я не хочу обидеть этот самый. То есть говорили... Мы же знаем природу этого. В Украине есть такая пословица. Говорил и балакал, и силы-то заплакал. Значит, говорили-говорили, и в конце концов сели и поплакали. Значит, имеется в виду, да, это забавная история. То есть ты тренировалась с ней, чтобы она проговаривала, она в результате научилась слышать. И потом она решила, что это просто гениально, повесить слова на холодильник и на них смотреть. Логика. Какое отношение это имеет к проговариванию, не сильно ясно. Как бы... Ну, человек просто где-то слышал идею, что надо записать листочки, обклеить себя листочками. Надо-надо. Это надо. Я думаю, что это работает, знаешь, на совсем нулевом уровне, действительно, чтобы создать некоторый пассив. А мы об этом сейчас поговорим. Мы же сейчас только обсуждаем кусочек формулы тренировки. Я до применения еще не дошла. То есть технически это может иметь смысл, ну, технически, на каком-то коротком промежутке времени, чтобы какой-то пассив первоначальный создать, но это не имеет никакого отношения ни к тренировкам, ни к тому, чтобы потом воспринимать на слух вообще, да. К запоминанию. Мы сейчас до этого дойдем. Я про это очень много хочу сказать еще. У нас целых 20 минут еще. Не отпущу Александра, пока не скажем все. Да, пожалуйста. Окей. Let's go. Значит, я говорю, Юлия, я вам говорила про то, чтобы вешать слова на холодильник? Нет. А почему вы это сделали? Не знаю. Ну, в итоге, в общем, мы их выкинули. Все в порядке. Я же контролирую. Отлично. Отлично. Здесь вопрос к тому, что человек пытается зацепиться. Хоть что-нибудь, дайте мне что-нибудь, чтобы я включил что? Правильно, глаза. Здесь вся фишка в том, что процесс научиться говорить и писать это. Ой, говорить и писать, все. Говорить и слышать. Это два органа. Это уши и рот. Почему мы все усложняем? Я тебе объясню, почему. Потому что мы относили английский к такой же категории предметов, как литература, химия, математика, понимаешь? И надо видеть формулы. И это просто, это паттерн. Это вот этот шаблон, который создается в детстве. Хотя, если мы посмотрим на естественное изучение языка, как дети, например, там язык изучают, ну, никто им не пишет ничего. Им повторяют с намерением несколько раз. Look at this. This is the table. Look at this. И все. То есть, поэтому ты права. И поэтому вот этот вот адский опыт изучения других языков или других предметов человек привносит, и он старается поместить сюда вот эти вот глазами, чтобы было зацепиться. И он не понимает, что он при этом останавливает свой прогресс. Он его замедляет, как ни странно. Я это очень люблю объяснять, эту историю с памятью. Дело в том, что когда мы зубрим, ну, это в другом называется зубрить, мы помещаем язык, буквально набор букв и фотографию себе в голову. Да, конечно. Мы же можем запоминать формулы, страницы, слова, символы. Конечно. Моразм начинается уже на этом уровне. Потому что потом мне надо говорить. И я иду своими ножками в своей голове в то место, куда я помещу... Не в то место своего разума. Именно. Я посмотрел глазами, оно куда-то записалось. А потом я хочу говорить... Другая комната. И вы вместо того, чтобы проговаривать ртом, что является естественным, и чем дольше, чаще, больше, регулярнее мы проговариваем ртом, тем лучше, чаще, лучше, увереннее мы проговариваем ртом, а это единственная, в принципе, формула, мы такие, нет, дайте-ка я на всякий случай засуну эту информацию еще себе в глаза. И еще я совершу усилия. Потому что мне очень интересно, знаешь, концепт запомнить. Вот это вообще, я обожаю просто эту историю. Дай-ка я засуну тебе в мозг, и потом буду постоянно делать усилия, чтобы вытащить это из своего мозга. Постоянно. А потом после 10 лет изучения английского этот человек будет гордиться, что у него по тесту, который он нашел в интернете, словарный запас 10 тысяч слов, а он, простите, ни Беннима, ни Кукареку, он в магазине не может морковки попросить. Да, 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 да. Это естественные, логичные вещи. Конечно же, это может глубоко кого-то ранить сейчас, да, то, что я говорю и то, что мы говорим. Но у нас нет, у нас же нет задачи сделать их жизнь легче. У нас есть все-таки задача сделать так, чтобы у них появился шанс на изучение английского. Да, это так, абсолютно так. И поэтому здесь я прошу вас просто-напросто услышать то, что мы говорим. Это неизбежно то, что вы пытаетесь это сравнить с тем, что вы делали раньше. Но осознайте. Хорошо? Осознайте. Дальше идем. Это тренировка. Тренировка у нас это слышим ушами, повторяем ртом. Слышим ушами, повторяем ртом. Зачем нужно учиться английскому? Потому что должна быть последовательность в этом процессе. Мы не можем взять, перейдем к следующей великолепной идее. Пойду, найду в интернете что-нибудь и буду повторять слух, Турана же сказала. Ну, это немножко лучше, чем не делать вообще ничего. Абсолютно. Это уже прорыв, я бы сказал. Если вы будете так делать 40 часов, не благодарите. Мы, в принципе, уже дали все, что вам надо. Идите, ищите, повторяйте вслух. Слушайте, как это звучит, повторяйте вслух. Уже я вам гарантирую. Благодаря этому подходу я выучил еще 15 лет назад одну из самых важных фраз в английском языке. Which one? Which one? Yeah. What the fuck are you doing, son of a bitch? Это из какого-то фильма. Да, да. That works. That actually works. That literally works. Of course. Понятно, что мы упускаем принцип последовательности. Понятно, что ни один нормальный человек не будет это делать каждый день, каждый день новый фильм. Ни у кого не найдется столько времени и настойчивости, чтобы это сделать. Понятно, что мы говорим про нереалистичные вещи. И речь идет о каких-то игрушках, да. Потому что последовательность изучения языка, то есть гарантия того, что мы этот язык не бросим через месяц, она на самом деле заключена в том, как составлены материалы. И это следующая тема. Ну, мы можем об этом говорить час, но я хочу кратко. Что значит последовательность изучения языка, Александр? И как мы это делали в твоем случае? Вот эти четыре года, если мы разложим с точки зрения от простого к сложному. Ну, вообще, давай начну с того, что я не парился, как мы это делали. То есть я сторонник того, что есть тот, кто должен париться, и это ты, да. Но мои общие наблюдения за этим процессом говорят о том, что мы сначала проходили какие-то базовые грамматические конструкции, раз, параллельно при этом работали с vocabulary, который был из моих... С словарным запасом. Да, с моим словарным языком, который был из... Тхуй, запасом. Который был из моих книг и книг по менеджменту и материалов по менеджменту. То есть то, что было для меня принципиально важно, это не как спросить в магазине, сколько стоит три рубля, а скорее рассказать про функциональную структуру, организацию, людей и все такое. Поэтому мы с самого начала начали работать именно с этим словарем. И это было суперкруто, потому что действительно очень интересно, когда ты осваиваешь все грамматические конструкции, причем сразу со словарем, который для тебя важен. Вот это очень интересная штука, потому что это сразу создает важность английского. Это создает сразу, дает сразу пользу английского. И это сразу вырабатывает вот эти базовые конструкции языковые именно в той области профессиональной, которая тебе нужна. Вот это было суперкруто. И так постепенно, начиная там с каких-то present simple, present continuous, ла-ла-ла-ла-ла. Мы просто все это прорабатывали в моем, опять же, в моем словаре. А сейчас вот, кстати, мы работаем с Тони Робинсовским словарем. Тоже довольно забавный такой феномен. Там у него есть свои определенные там заморочки. Вот, собственно говоря, вот это основная тема. Задам вопрос. Как мы увеличиваем словарный запас? Как мы с тобой, конкретно с тобой, увеличиваем твой словарный запас? Мы увеличиваем так, что мы берем новые слова, там десяток, два десятка, сколько влезет в один урок. Их не влазит пятьдесят. Я иногда читаю в интернете. Там такие... Типа там, да, как выучить сто слов в неделю, как выучить двести слов в неделю. У меня первый вопрос. Ну, во-первых, это невозможно, да? Ну, можно запомнить с помощью всяких мнемонических техник и так далее. Но ты не можешь... Что такое выучить, да? То есть человек не понимает, что такое выучить. Выучить – это включить в свой активный словарный запас. Это включить в свою речь, которую ты используешь. Вот тогда это значит выучить. Это первое. Второе. Зачем тебе сто новых слов в неделю включать в свой словарный запас, если, черт побери, ты используешь в реальной жизни там триста-четыреста слов. А когда выходишь на сцену, используешь там три тысячи слов. И это все. То есть все. Ну, на самом деле все. А когда пишешь книжку или статью, ты используешь там семь тысяч слов, но при этом у тебя под рукой есть куча всяких дополнительных материалов и словарей, какого черта. То есть тебе не нужно столько слов, чтобы очень комфортно говорить на профессиональную тему свою, там, своей области. Достаточно несколько сотен слов, но ты должен прям в актив их включить. Поэтому десяток, от десяти, я так понимаю, до пятнадцати слов, двадцати, может быть, слов за урок мы включаем в активные слова. Давай остановимся на этом и покажем, как мы их именно включаем. Я сейчас возьму то, что мы с тобой уже делали два урока назад. Вот это возьму, хорошо? Вот эти пять. Да, например. И мы сейчас покажем, как мы работаем. Окей. Друзья, небольшой комментарий. Уровень Александра настолько высокий, что ему не надо видеть эти предложения, прежде чем их понять. Он может информацию воспринимать на слух. То есть я могу сказать, she has a huge need for recognition. She has a huge need for recognition. Это профессиональный... Мы работаем с... Мы работаем с recognition, я правильно понимаю? Yeah, we work with... No, actually, we work with need. Oh, need. Yeah, so what's need? Need, потребности, типа... Yeah, so that's why I don't ask you, because you know the word. You know that I always ask you for definitions, if I know that you don't know. Oh, yes, yes, sure. So if I don't know, we discuss it, because sometimes... Yeah, exactly. It's not that easy to understand. For example, need is... I demand something, I want something. But what's the difference between a need and something I... Necessity or demands or whatever, you know, some other things. I just need to understand it. Okay, thank you very much. I got it now. I understand what need is. Okay, мы к тому, что... Ой, сразу столько моментов всплывает. Нужно понимать, что словарный запас должен подходить по уровню. Соответственно, мы повторяем сейчас предложение. She has a huge need for recognition. Татьяна, которая задает вопросы про слова. Услышьте, мы не повторяем слова, мы повторяем предложение. She has a huge need for recognition. It's a phrase. It's a sentence. It's not a word. She has a huge need for recognition. And... If you don't know, if you can't repeat it, what do we do? Если мы не можем это повторить, что мы делаем? А, если мы не можем повторить, мы просто стараемся части повторить и постепенно это усложняет. И сейчас я еще добавлю свое. Если мы это не можем повторить на слов, мы должны научиться повторить это вижу, слышу, повторяю. Нам нужно всего лишь включить еще один орган, называется уши. Глаза. И это нормально, потому что есть уровни сложности. Нас сейчас смотрит очень много людей, у которых уровень языка не такой, как у тебя. Ну, давай это признаем, да? Да, да. Смотри, у меня такое тоже бывает. Иногда я слышу какое-то слово, я вообще не могу его уловить. И я стараюсь найти, как оно написано. И я без этого не могу его найти в словаре, чтобы выяснить его значение. И поэтому, конечно, приходится включать глаза. Но нужно понять, что эти глаза, они включаются на какое-то мгновение, а основная работа делается ртом и ушами. Окей. Спрашивают, как попасть на обучение, я просто хочу ответить, что если кратко, пишите в директ. А так мы в сторис, я еще попрошу тебя рассказать про тренажер. Так. Ну и сама тоже расскажу. She has a huge need for recognition. Next. Please, make questions to it. Okay. Okay. does she have a huge need for recognition? Who has a huge need for recognition? Do you have a huge need for recognition? Do I have a huge need for recognition? I personally don't have a need for recognition. Nobody needs a recognition. Nobody needs a recognition. It's another word. So nobody wants to get a recognition. And it's about need. So have you ever experienced a need for recognition? She experienced a need for recognition, really. And do you know somebody who has a need for recognition? Okay. Let's ask ради чего what for. What for do you want to get a need for recognition? Sounds really weird. No, that's weird. Let's ask what do you have a need for? What do you have a need for? Oh, yeah. Yeah, sure. Sure. What do you have a need for? Yeah. Do you have a need for something? Mm-hmm. Okay. 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 Next one. Do you remember? Misconstrued to be mis... Okay. Истолковать. No, no. Oh, misconstrued is... Истолковать? No, let me read you the sentence. His behavior could easily be misconstrued. Истолковать неверно. Да, да, да. Не понято. Не так понято. Не просто истолковать. Да, да, да. Misconstrued. 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 Okay. Okay. Repeat the sentence again, please. His behavior could easily be misconstrued. His behavior could be easily misconstrued. Could easily be misconstrued. One more time. His behavior could easily be misconstrued. Okay. Okay. So, whose behavior could easily be misconstrued? Was your behavior misconstrued by somebody? And I believe, yes, I believe it happens with you or when people, they misconstrued your behavior or misconstrued your approach. And when it comes to my business and people, they misconstrued my approach. They are, they are misconstrued. They are misconstrued. No. People, people misconstrued. Then we have to say it in passive, Alex. Approach is misconstrued. Okay. My approach is misconstrued. It's clear. But people, they can misconstrued something. They can misconstrue maybe. I'm not sure this word exists. You see the form. To be misconstrued. Okay. To be misconstrued, it's passive. You think it's, it's, it cannot be active? It can. I checked it. I just didn't know. I checked it. And this is why people misconstrued different things all the time. You know, English is much simpler than Russian. So, as usual, normally, you can use it as passive and active, whatever you want. So, don't misconstrued, please, my sentences. It's painful. So, as I understand, your approach was misconstrued many, many times by people. I want to cry about that, but it's okay. We have two more sentences. And then I'll ask you my final question and we will be, we just will finish. I guess I just want certainty. I guess I just want certainty. I guess I just want certainty. The sentence is pretty, pretty weird, to be honest. Do we want, do we want certainty? Why do we want certainty? Why people really want certainty? I don't understand it. Have you ever experienced this situation when you wanted some certainty? Who wants certainty, finally? You know, I got some certainty about this topic because of blah and blah. And after this explanation, I got certainty about your approach. Good. I hope everyone will say that. Yes, absolutely. It's like a model. Yeah. And the last sentence. For me, learning to drive was an empowering experience. For me, learning to drive was an empowering experience. Was it an empowering experience when you were learning to drive? For me, learning to drive was not an empowering experience. You know, for some people, if they try to try some new things, and this first try is not an empowering experience at all. Because they fail, and our failures are not an empowering experience. I have to tell you. Last Tuesday, I had very first experience, and it wasn't empowering at all. I learned to make an ice cream. And I took, wait, 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 wait. And I took the chocolate ice cream, and it was in a tube, so I needed to, you know, to squash it. And I squashed it. I mean, I pushed it. And can you imagine a chocolate mixture came out? And can you imagine how my first experience looked like? Can you imagine how my first ice cream looked like? It looked like a chocolate mixture, a brown mixture. Okay. I don't hear you. Hello, I'm here. Do you hear me? No, no. Yes, now I hear you. And we were laughing so much, because there was a sheave. There were other guests of this event. It was a sheave table. And for some reason, I took a brown chocolate mixture and I poured it out. And we were laughing so much, because, you know, people got, some got yellow mango sarbe, some got the strawberry sarbe. And all around, people were creating very beautiful, nice, you know, colorful ice cream. Okay, I got it. It looked like a piece of poop. Am I right? And I have a picture of it. I will send you later. Okay. You can use it for your social media. I believe it will interact a lot of people. I post it. I have it on my Instagram. Oh, congrats. I am going to approach it to see. I will send you the video, actually, after our lesson, because I made a video about this experience. It was very empowering for me. And I believe you've chosen this color, because it's more natural. Or probably you just love this chocolate ice cream. I don't know. It happened just by chance. Everybody took a tube, and mine was with chocolate. Okay, so you are lucky. I was lucky. So sometimes experience could be very empowering to just laugh. This experience empowered me to laugh a lot. So you empowered your ability to laugh. Yeah. Sounds cool. Друзья, я рассказала, что на прошлой неделе я была в ресторане, где нас учили делать мороженое. Я потом еще раз выложу в сторис это видео, а тебе я его отправлю лично в директ. И каждый из нас взял тюбик с мороженым, и нужно было выдавить его на палочку. И мое мороженое было коричневого цвета шоколадное. И получилось, что я выдавила микстуру коричневого цвета на палочку. И мы очень долго смеялись, потому что это выглядело как микстура коричневого цвета. На палочке. И у нас есть даже в русском языке такое выражение расхожее, да, микстура коричневого цвета на палочке. Да-да-да, еще есть другое слово для микстуры, для вот то, чем я это заменяю. И мы просто, мы не могли, наверное, минут пять успокоиться со всем вот составом нашим, потому что все, кто-то взял оранжевенькое, манго, сарби, кто-то взял кубличное, и это было красивенько, но у меня было... Да, у тебя была empowering experience. А у меня была empowering experience. Окей. Thank you. We just repeated five sentences. Thank you. That was... Да, Александр, нам понравилось сейчас, чтобы Оксана узнала, что это вы были со мной, что я была у тебя на поездке в Нью-Йорке. Да-да, Нью-Йорк почти как апокалипсис, снег, закрытый наполовину рестораны, но мы все равно нашли способ разработать стратегию повеселиться абсолютно. Да, и вот, пожалуйста, к чему сводится в итоге процесс изучения языка? Он сводится к тому, чтобы мы повторяли в двух фразах, воспроизводили их, да, тяжко, да, непросто, но это единственный прямой путь к этому. Когда мы запоминаем, мы помещаем язык не в ту коробочку. Коробочка языка, рот. Чтобы в этот рот язык поместить, конечно, его надо услышать, естественно. Потому что как мы повторим, пока не услышали? Как бы логично, да? Да, и язык это не про IQ, это не про способность запоминать. Это вообще не про это. Это просто физическое действие. Я говорю всегда одну неприятную новость. Единственный шанс не выучить язык, не обладать способностью говорить. Всё, это единственный шанс. Так, последний момент. Тут вышел вопрос, и после этого отпускаю. Буквально две минуты. Про то, что смотрите фильмы, там, мультики. Хочу про это сказать, потому что я говорила, Александр, я не знаю, я говорила тебе или нет. Я везде оглашаю, озвучиваю одну формулу. Я просто сама придумала. Окей, очень интересно. Цель плюс тренировки плюс применение. Да. Цель плюс тренировки плюс применение. Да, равно сексесс какой-то, да? И, к сожалению, люди иногда путают тренировка с применениями. А, вот это важный момент. Это вообще капец какой важный момент. Потому что, вот, я просто передам тебе своё отношение. Тренировка – это когда ты фокусируешься сделать правильно. Ты вкладываешь ментальные усилия, ты стараешься, там, гримасничать и правильно произносить. Слова ты делаешь, это сознательно. И, а в применении ты полностью расслаблен. Ну, что применяется, то ты и применяешь. Но применение – это просто, как бы, это практика. И это две абсолютно разных вещи. Когда люди применение превращают в тренировку, их клинит, потому что они не могут донести идею. А в общении на практике важна идея. Я видел много таких людей, которые так стараются сказать правильно, что с ними общаться – это просто боль. Потому что они, ну, грубо говоря, и в то же время ты встречаешь какую-то блондинку, которой там 8 слов она знает по-английски, но она в этот момент старается донести идею, использует свои 8 слов, не парится, блондинки вообще не парятся. И с ней можно общаться в результате. То есть, и вот эта ошибка, когда пытаются тренировку перенести в общение. Нет, тренировка – это тренировка, общение – это общение. Поэтому комментарий про фильмы. Я смотрю фильмы только для того, чтобы понять то, что я могу понять. Пытаться превратить фильм в инструмент для тренировок – странненько. Ну, технически он может быть, но никто это делать не будет. Но я могу взять квоты, я могу взять цитаты из этого фильма и отдельно их повторить. Как бы в теории могла выглядеть тренировка через фильм? Ты услышал фразу со вкрученными сабтайтлс? Поставил на паузу и повторил это, а желательно несколько раз. Но когда ты смотришь фильм, никто этого делать не будет. Да, это делает только Крэйзи Турана на разговорных клубах. Точно. Я имею в виду самостоятельно, знаешь, в вечернем, в пятницу вечер. Никто это делать не будет. И поэтому на практике, то есть в теории при таком подходе это могло бы сработать, но на практике это никогда не работает. И плюс еще, ну давайте будем говорить честными. Давайте будем честными. Ситуация здесь такая, что фильмы – это слишком высокий уровень в большинстве случаев. Намного выше, чем тот уровень, который нужен человеку прямо сейчас. Первый. Второй момент. Фильмы – это слова, многие из которых вам в жизни не нужны. А вам нужны другие слова, которые позволяют вам, связанные с вашим бизнесом, с вашими целями прямо сейчас. Поэтому фильмы – это развлечение. Давайте оставим это в категории развлечений. Давайте оставим это в категории применения. И применение – это не тренировка. И очень многие люди застревают в этом. Очень многие люди, кстати, думают, что они применяют язык, общаясь с учителем, что является ошибкой. Да, это не применение. Еще могу вам сказать, я, так как я живу во Флориде, в Соединенных Штатах, и у меня много клиентов американцев, и много клиентов те люди, которые когда-то, ну русскоязычные первоначально от рождения, которые переехали в Америку и делают здесь там 10-20 лет бизнес. Мое наблюдение, ребята, заключается в следующем. И многие из них никогда английский не изучали. То есть, ну он там делает какой-то строительный бизнес, да, он все время общается с клиентами, постепенно он что-то выработал. Ребята, я могу вам сказать, это ужасно. Ну то есть человек может 20 лет прожить, работать, иметь бизнес, иметь клиентов, общаться с ними, но его английский – это просто катастрофа. Но они побывают у Тураны. Да, и при этом, то есть практика не заменяет тренировку. Она, ну как бы, она классная, важна и нужна, но она не заменяет обучение, она не заменяет тренировку никак. Спасибо большое. LuckyFortuna888. Кто чей гость? Я Турана, преподаю английский, у меня школа, у меня подход, метод, тренировок. Александр Высоцкий представится сам, и мы закончим. Александр, introduce yourself. You're showing your library, but I need you to introduce yourself. Не слышу, я не слышу. Алекс, I don't hear you. Дорогие, это был Александр Высоцкий, бизнес-консультант. Александр имеет компанию, которая внедряет инструменты систематизации бизнеса, имеет филиалы в нескольких странах, в том числе Тайвань, Нью-Йорк, Украина, Россия, Казахстан. Александр является также автором книг и спикером международного уровня, выступает на мероприятиях на огромной аудитории, тысячи человек. Вы можете зайти к нему на страничку, изучить информацию про его подход, про систематизацию, если у вас есть бизнес, и вы хотите его масштабировать. В принципе, лучше Александра этого никто не делает. Я знаю Александра 4 года, я лично работаю с ним последние 4 года, и почти ежедневно мы встречаемся по часу в день и тренируем английский. И я могу сказать, что лучше Александра этого никто не делает. А как вы понимаете, я общаюсь много с кем, поскольку у меня очень много клиентов. Конечно же, сама я не преподаю у больших людей, чем те 6 человек, которых я к себе набрала ради опытов. Работают у меня... Пожалуйста. Работают у меня учителя. Также у меня есть вариант самостоятельных тренировок и прохождения. Есть разные форматы, есть разные продукты. Переходите на мою страничку, изучайте, задавайте вопросы, вступайте в общение. С большой радостью отвечу на ваши вопросы. Кто со мной общается в Директ, тот знает, что я это делаю сама, и делаю это с большим интересом, и очень-очень буду рада вам помочь ответить на все ваши вопросы. Я вам желаю... Ссылочку я скину, дорогие, я в сторис сейчас все скину. Я вам желаю прекрасного-прекрасного дня. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за то, что вы были внимательными слушателями. Очень приятно вещать, когда тебя слушают. Пока-пока. Может быть, вам еще информацию дать какой-нибудь. Лаки Фортуна. Как вас зовут? Зачем вам эта информация? Пока-пока.